В эфире программа «Мои университеты» и я, ее ведущий, Серж Курганский. И сегодня у нас в гостях очень выдающийся человек, потому что он сумел совместить в себе и физическое, техническое начало, а также и лирическое начало. Это поэт-песенник, писатель, доктор технических наук Валерий Сауткин. Здравствуй, Валерий. Привет. Да. И начну с маленького замечания. Все-таки не доктор технических наук, а кандидат технических наук. Кандидат технических. Очень хорошо. И первый мой вопрос. Вот кандидат технических наук. Где же этот кандидат начинался? Ведь это же было, наверное, в те самые какие-то 50-е годы. Да, в 50-е годы. Ну, в 50-м году я пошел в первый класс. В 52-м году осенью я давал клятву пионера за дело Ленина Сталина. Будьте готовы! Всегда готовы! Это был конец 52-го года. Значит, ну, вообще-то говоря, семейная ситуация, я родился в семье инженера, предопределила начало моего образования, скажем так. Я не мыслил себе другого пути, как пойти в технику. У меня отец был энергетиком, инженером-энергетиком. Старший брат тоже пошел по его стопам, стал инженером-энергетиком. И я в 57-м году поступил в техникум энергетический в Шатуре. В 61-м году... Шатура, а вот Шатура, где это Шатура? Шатура под Москвой. Под Москвой? Да, там... А родом из Ярославля, так? Да, родом из Ярославля, абсолютно верно. В 57-м году, значит, в Шатурский техникум. В 61-м, поскольку я техникум закончил с отличием, мне удалось довольно легко поступить в МЭИ, в Московский энергетический институт, который я и закончил в 67-м году. Приблизительно в это время, ну, может быть, чуть пораньше, где-то год 65-64, у меня началось увлечение и искусством. Со мной в группе учился мой близкий друг. К сожалению, он уже ушел из жизни. Юра Горшков вместе учились в одной группе. Вот однажды он мне говорит, слушай, ты был когда-нибудь в музее в Пушкинском? Я говорю, нет, не был. Ну, пойдем я тебе покажу хорошие работы зарубежных авторов. Я говорю, ну, давай, хотя мне было не очень интересно, я был далек в те времена. От искусства, от музыки. Ну, раз все время было до этого занято техническими науками. Да, хотя литературой и поэзией я интересовался. Вот. Привел он меня в Пушкинский музей. Я посмотрел импрессионистов и говорю ему, слушай, что ты мне абстракционистов показываешь? Вот. Его не смутило мое замечание. Он понимал, что я человек из провинции, из глубинки, не очень хорошо образованный. Вот он занялся моим образованием. И, в общем-то, довольно успешно. Он меня познакомил с новейшими, ну, с выдающимися достижениями и в искусстве, в театре, в музыке. С его подачи я впервые услышал группу «Битлз». Вот. И навсегда полюбил эту группу. И таким вот образом как-то я приблизился вот к тем пластам человеческого образования, скажем, благодаря которым вот мне удалось стать не только физиком, но и, как ты говоришь, лириком. Ну, надо сказать, что... Да, кстати. И вот к окончанию института мне уже удалось сколотить клуб любителей искусства под названием «Экстремум». И где-то вот на пятом-шестом моём курсе мы устраивали в институте грандиозные выставки в Москве с участием Эрнста Неизвестного, с участием Рабина, Аскара. Это известные. Миши Гробмана, Янкелевского, Штейнберга. Жикарные имена. Да, ну что ты. Конечно, потом перепало за это. Перепадало потом многом. А когда рок-н-ролл начался? Сейчас скажу, да. Ну, и в завершении вот этой странички, когда Андрей Тарковский снимал свой фильм, его ещё не показывали, мы устроили в институте так называемый устный выпуск. У нас были они традиционные такие устные выпуски. Устный выпуск, на котором Андрей Тарковский показал нам этот фильм, рассказал о том, как снимался этот фильм. А что-то было зеркало? Рублёв. 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 Да, Андрей Рублёв. Вот. Ну, вот так вот, да. Ну, и где-то... Да, вот уже год 66-й, год 66-й. Ну, вот, приблизительно в это время, не помню точно, 66-й или 67-й окончание института уже стёрлось в памяти, была организована группа под названием «Кардиналы», в которую вошли ныне, в общем-то, известные люди. Юра Шахназаров, который потом работал из Градским, в скоморохах, был одним из организаторов группы «Аракс», был музыкальным руководителем у Аллы Борисовны Пугачёвой. Даже так. Да. Вместе с ним мы написали довольно известную песню под названием «Мемуары», которая прозвучала в фильме «Афоня». Игорь Кларк был участником этой группы. Клавишник. Клавишник, да, ныне композитор. У него тоже богатая творческая биография. И я рекомендую вам, кстати, пригласить его. Он много может интересного рассказать. Будет день, будет пища. Да. Ну, вот, собственно говоря, вот таким вот образом произошло раздвоение моей творческой личности. Ну, я думаю, что это раздвоение, оно принесло только огромное количество хороших результатов. Почему? Потому что я, будучи юношей в 80-е годы, самое начало 80-х, услышав рок-группу «Круиз» в те времена, еще на бобинных носителях, на пленке, все это, очень и очень был заинтересован тем, как бы узнать, кто же все-таки написал эти замечательные стихи, которые исполняла эта группа в своих песнях. И чуть позже произошло, когда, по-моему, в 86-м году вышел первый винил, на котором уже были так или иначе, да, авторство проставлено на этой пластинке. И вот только в 86-м году для меня фамилия Валерий Сауткин стала носителем информационного поля. То есть я понял, что поэт к большинству произведений песен «Круиза» были написаны тобой именно. И, конечно же, в некотором смысле, да не в некотором, а просто в прямом смысле, самой известной песней, вот этой лаконичной песней, и даже песней времени в некотором смысле, стала круизовская песня, которая носит название «Волчок». «Крутится волчок». «Крутится волчок», да. Музыка Сергея Сарычева. Музыка Сергея Сарычева, стихи Валерия Сауткина. У нас в архиве сохранилась видеозапись, на которой самый основной, самый замечательный голос группы «Круиз», Александр Монин, ныне покойный, исполняет эту песню вместе с одним из самых, так скажем, основных составов. Первым составом? Нет, это состав уже 90-х. Это, насколько я понимаю, состав уже, где работал Кузьмичев, где работал Безуглый, где работал Чунусов и Костя Титов на второй гитаре, и Гордецкий. Вот в этом составе. И я думаю, что для того, чтобы было понятно, с кем наши телезрители сегодня имеют возможность реальную встретиться и пообщаться, так вот, автор, поэт всех стихов, огромного количества стихов в исполнении группы «Круиз», песен. Вот сейчас я бы очень хотел, чтобы прозвучала песня в исполнении Александра Монина и группы «Круиз». ПЕСНЯ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Я думаю, что надо приоткрыть завесу, какие еще музыканты и композиторы... Ведь достаточно много соавторов. Я чуть позже скажу даже и о себе, но мне бы хотелось, чтобы ты озвучил тех людей, с которыми ты сотрудничал в разные годы. Ну, надо сказать, что композиторов-то, с которыми я работал, не так уж и много было. Не так уж и много. Основные композиторы, с которыми я работал, это Володя Матецкий, Володя Пресняков-старший, Володя Пресняков-младший. Ну, немного было написано песен, скажем, с Сашей Буйновым еще во времена группы «Скоморохи». Две или три песни, я точно не помню, но одна из них была очень популярна, «Трава-мурава». С Сашей Градским, но одна только песня, это «Гимн с Коморохов». Затем с Сашей Барыкиным, затем с Володей Белоусовым, потому что они Анциферовой, затем с Мигулей, с Володей, с Антоновым, вот, с Антоновым, три, по-моему, песни, с Игорем Кларком. Ну, вот уже десять. Да, уже десять. И можно я буду одиннадцатым? Одиннадцатым. Да, я еще, есть еще я. Ну, наверняка есть еще кто-то, не знаю, а, да, есть, конечно, там «Слава», ну, это малоизвестные, там, ну, вот я перечислил более-менее известных людей. Ну, видишь, какой ты скромный человек, сначала тебе казалось, что их немного, а рук-то, оказывается, не хватает. Да, 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 да. То есть достаточно широкая палитра музыкантов и композиторов стали соучастниками. Ну, да, да. Стали с авторами твоими. А, ну, конечно, я, кстати, забыл и Юрушек Назарову, и участников группы «Круиз», там, и Сережа Сарычев, и Валера Гаина, и Гриша Безугл. Да, почти два десятка, как ни странно. Я знаю, что кроме песенного творчества, ты огромное количество времени уделяешь прозе. Ну, да, да. Недавно вышла моя книжечка, хочу похвастаться, в этом году вышла книжка. Вот это художественное произведение, ну, почти автобиографическое. Почему почти? Потому что главный герой не носит моего имени и моей фамилии. Но узнаваем. Ну, все говорят, что узнаваем, хотя много выдуманного. Вот, но, тем не менее, главный герой общается, кроме всего прочего, с конкретными историческими личностями. Это и Саша Градский по ходу событий, и Саша Лермон, и участники группы «Круиз». Ну, в общем, многие из тех, кого вот сейчас мы только что вспоминали. Хотя основная, конечно, основная мысль, основная тема, которая заложена в это произведение, сводится к проблемам, связанным с творчеством, связанным с созданием музыкального произведения, рок-оперы под названием «Иуда». При этом я привожу либретто этой рок-оперы в конце, полное либретто. И более того, в этой книге, как приложение, существует еще диск в формате MP3 с фрагментами из этой конкретной записанной рок-оперы. Музыку написал Игорь Кларк, я его упоминал, участник первого состава группы «Кардиналы» 1967-1968 год. И фактически это основная тема создания этой рок-оперы. Ну и вокруг, поскольку главными действующими лицами этой рок-оперы являются Иисус и Иуда, ну, вариант как бы альтернативный «Джизус Крайс Суперстар», абсолютно не похожий ни по музыке, ни по сюжету, абсолютно не похожий. И вокруг событий, связанных с их взаимоотношениями, идут и рассуждения в прозе. Собственно говоря, сначала было написано либретто. Я его начал писать лет 30 назад. И приблизительно столько же, ну, может быть, чуть меньше. Игорь Кларк писал музыку. И мы закончили фактически запись чернового материала, ну, лет 5, может быть, 4 назад. И для того, чтобы внести ясность в те мысли, которые вложены в либретто, в содержание этой рок-оперы, вот пришлось активно заняться и прозой. И по ходу событий участники создания этой рок-оперы рассуждают на темы о взаимоотношениях между Иисусом, Иудой, Понтием Пилатом, первосвященниками. Ну, надо сказать, что в записи участвовало несколько не очень известных людей, но в том числе и известная, более-менее исполнительница Ирина Сурина. Это солистка группы «Кукуруза». И Сергей Курганский, который с успехом записал два трека. Я не просто с успехом, с удовольствием принял участие в этой работе. И я считаю, что тот труд, который был сделан, он долгие-долгие годы вынашивался, и как тобой, Валера, так и Игорем Кларком. И считаю, что вот это произведение, конечно, должно быть доступно широкой публике. Почему? Потому что там ведь нет отступлений от Евангелия, собственно. Нет. Противоречие с Евангелия и мне. Противоречие, да. Там нет противоречия. И в этом как раз ценность этого труда. Просто есть свой, немножко другой, иной взгляд на эту тему. Да, угол зрения. Угол зрения. Другой. И я вот сейчас думаю о том, что, наверное, огромное-огромное смысловое содержание есть еще в одной твоей песне, которую исполняла группа Круиз, которая раскрывала тему среднего человека. Одна из первых песен, которую группа Круиз исполняла на мой текст. Когда ушел Александр Монин от нас в 2010 году, я взял на себя смелость и аранжировал, сделал собственную аранжировку этой песни. Я был очень польщен тем, что та аранжировка, которую я сделал, и то исполнение музыкального материала, который сделали мои музыканты вместе со мной и мои вокальные партии. Они устроили как тебя, так и автора музыки Владимира Преснякова. И я думаю, что будет уместно и нам с тобой сейчас вспомнить это произведение, эту песню, и показать ее нашим телезрителям. Дорогие друзья, в исполнении группы Круизеры звучит песня на стихи Валерия Сауткина, музыка Владимира Преснякова-старшего «Средний человек». Где свет там чей, а чей там ротом? Преснякова-старшего «Средний человек» Субтитры сделал DimaTorzok Многоликий белый свет Несет в свой треск Кумир и прокаженный О смысле жизни Думает, воет Терзается Сомнениям Ученый А я не смею Я средний человек Я результат Научных Обобщений И коротаю Свой недолгий век Я враг Как социальных Отношений Я средний человек Субтитры сделал DimaTorzok Я в меру весел Так же, как летим Я в меру дресс И в меру недоволен Поэтому я обобщем летим Имею только то, чего достоин Да я безлик Я средний человек Я результат Научных Обобщений Живу, как в стене Тороплю свой век О, как мне повезло, что я не гений Я средний человек Я средний человек Так вот, продолжим Продолжим тему Среднего человека Ведь что такое Средний человек Средний в чем Средний почему Средний по каким параметрам Вот у меня Понимание Среднего человека Это В общем Оно немножко Не совсем среднее Так скажем Почему? Потому что И даже это Наверное Чувствуется В некоторых моментах Воплощение моей Вот этой песни Твоей версии Да, моей версии Которую я исполнил Почему? Потому что Мне кажется Что Именно как раз Средний человек Он и решает Сегодня В нашем мире Все самые основные Проблемы Как это Кому бы Не было Приятно Или неприятно Но именно Средний человек Человек Который Неглоб Неглобально гениален Или не бездарен Совсем То есть Тот человек Который Просто живет Ну Достаточно Насыщенной жизнью Но достаточно Средний Вот Мне так кажется Может быть Я ошибаюсь Ну Трудно что-то Возразить Ну конечно Средний человек То есть Это Основная масса Людей Это Масса Средних Людей Они являются Исполнителями Той жизни Которой Они живут Исполнителями Конечно Исполнителями Очень часто Правда Им дорогу Прокладывают Какие-то Личности Которых Мы называем Либо талантами Либо гениями Вот Ну и По законам Статистики В общем-то Все люди Распределяются По какой-то Кривой Типа Статистическая Кривая Типа Гауссовской Кривой Вот В вершине Этой Гауссовской Кривой Это вот Как раз Средний Человек С одной Стороны Это те Кто его Превосходит По своим Потенциальным Данным С другой Стороны Те Которые Внизу Проигрывают Да Ну естественно В крыльях То есть Гениев И очень плохих Там Внизу Люди Их существенно Меньше Основная масса Это вот Средний 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 Собственно Говоря И песня Посвящена Вот такому Усредненному Человеку Усредненному Статистически Который Живет в рамках Социальных Обобщений Обобщений Да Ну Наш Сегодняшний Наш Сегодняшний Мир Конечно Он Как раз И делает Вот этот Глобальный Упор На Мир Потребления Да То есть На того самого Человека Который Потребляет Вот он Средний Получается И конечно Ж Достаточно Грустно Осознавать Что Из средних Людей Вот эта Глобальная Масса К сожалению Почему-то Переходит Чаще В левое Крыло Ну Так уж Устроен Наш мир Сегодня А вот Если говорить О творчестве То Я знаю Что Например Есть российская Версия Мюзикла Карила Свободы Дракула Которой Ты писал Русский Текст Ну Да Русская Либретта Да Насколько Ну Дракула Это тоже В общем Тема Вечности Да Тема Философская В огромном Смысле В огромном Смысле Да Правда Я был Связан По рукам И ногам Своим Ну как бы сказать Своей ролью У меня была роль Переводчика И поэтому Я очень далеко От текста Отходить не мог Вот У меня был подстрочник Была музыка И вот Надо было Под эту музыку Подогнать Вот Текст Русский Я позволял себе Некоторые вольности Но не очень Большие Вот Это Это Такие вольности Я позволял себе В некоторых Не диалоговых Каких-то Кусках А В сольных Кусках Кое-что Даже было Написано Отдельно Ну Самостоятельно То есть То чего не было Скажем У Авторов Чешских Вот Но К сожалению Работа была Очень Спешная У меня было Всего два месяца Чтобы весь Написать текст Поэтому На первых Прогонах Все-таки Ощущались Какие-то Погрешности В тексте Которые Меня не устраивали И они В процессе работы В процессе Проката Этого спектакля Я подчищал Этот текст Вот Но К сожалению После 37 Представления Продюсеры Прекратили Выплачивать Деньги Артистам А Они прекратили Выплачивать Деньги После 13 Представления А после 37 Представления Артисты Забастовали И Мероприятие Умерло Да Это конечно Очень Такая Из ряда Вон Выходящий Случай А Причина Была Какая Не было сборов Сборы были Сборы были Сборы были В среднем В среднем На каждом Спектакле Спектакль был То ли Три То ли Четыре Раза В неделю На каждом Спектакле Было Минимум 500-600 Человек Зал На 1200 Правда Был человек Вот Поэтому Сборы Были Была Прибыль Но Россинтерфест По моему Продюсерская Фирма Как мне Объясняли В РАО У них Были Большие Долги Понятно Они вылетели В трубу Вот И Те сборы Которые Они получали Они покрывали Свои долги Вот А Поддержать В этом деле Артисты Их не Не могли Не понимали Да Очень жаль Потому что Вообще Спектакль Был Интересный Я не попал На это Мероприятие И музыка Хорошая Была Очень Очень Жаль Ну Будем Надеяться Что Может быть Каким-то образом Это В интернете Будет музыкально Как-то Оформлено Может быть А по-моему В интернете Есть Есть Ну Правда Там Любительские Съемки На одну Камеру С плохим Звуком Кто-то Мне говорил Что находил В интернете То есть Есть А еще Был такой Знаковый Некий Эстрадный Вариант Фильма Я лично Видел Да В котором Участвовал Молодой Пресняков Владимир Пресняков А Это Улица Наверное Да Там По-моему Сергей Минаев Участвует Да Там История Такая В 89 Год Мы с Пресняковым Старшим Написали Ну вот Эту Рок-оперу Или Мюзикл Не знаю Как назвать Правильнее И Это 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 Рок-опера Была записана На студии Театра Ленинского Комсомола С аранжировками Сережи Рудницкого Это Прекрасный музыкант Группа Аракс Да Народный артист Сейчас В Ленкоме Обеспечивает музыкой В общем-то Всю деятельность Театра Ленком Вот В записи Участвовали Коля Парфенюк Садо Володя Пресняков Младший Жена Сережи Рудницкого Лена В главной Роли Значит Это была Аудиозапись А Этим Этой Рок-оперой Заинтересовался Сергей Лисовский Знаменитый Ныне Сенатор Тогда он занимался Дискотеками И вообще Шоу-бизнесом И он поставил На малой Спортивной Арене В Лужниках Поставил Этот спектакль И Среди Исполнителей Были Сергей Минаев Ну вот Володя Пресняков Володя Маркин Захарова Захарова Как же ее звали Забыл Не помню Вот Да И С подачи Руководителей Видеофильма Была такая фирма Этот спектакль Был отснят Отснят Режиссером Комаровым Андреем Очень популярным В те времена Известным человеком Вот И был создан Видеофильм Кстати Съемки проходили Не только на сцене Но и были Постановочные Какие-то сцены В том числе И на квартире У хирурга Знаменитого Ночного волка Любовные сцены Там были У него на квартире Вот К сожалению Фильм Практически Никуда не пошел Хотя по телевизору Его показывали Несколько раз Потом Видеофильм Сгорел Студия И сгорели Все Все материалы Да Осталась только Аудиозапись Которую мы В свое время Еще тогда Отдали На фирму Мелодия Пластинка Виниловая Пластинка А двойной даже Альбом По-моему Так мне Володя Пресняков Говорил Одна пластинка Будет С этой Рок-оперой А другая С циклом Гороскоп Тоже наше С Володей Пресняковым Творчество В гороскопе Кстати 12 исполнителей Очень популярных По тем временам И там И Алла Борисовна Ну 12 Кузьмин Глызин Барыкин Градский Так вот Валера Вспоминая О былых Вот этих Вот замечательных Артистах Музыкантах Я хочу сказать Что Особенно Сашу Монину Для меня Очень близкого Человека И Безусловно Для тебя Тоже У него Всегда В обращении К близким Людям К друзьям Было такое Слово Старичуля Старичуля Старикан Старик Кстати Такое обращение Было вообще Популярно Во второй половине Прошлого века Причем Это было Уважительное Доброе Теплое Ну что Старик Пошли Пошли И вот Конечно Мне посчастливилось Написать На твои стихи Песню Которая В общем Вылилась в форму Рок-баллады Которую ты назвал Старикан Да Которую я назвал Старикан И говорится В ней о том Да В общем Наверное Нужно Сделать Да Лучше послушать Да Простое решение Чтобы зрители наши Сами оценили О чем Говорится В этой песне Стихи Валерия Сауткина Музыка Сержа Курганского Баллада О Старикане Вместо гитары Меня светит Прожгу свой век В пыли библиотек Сознательно Один И независим Сойду на неб Как прошлогодний снег На кладбище Неоднозначный Христин За вход в селенный Одрехлевший Бог Расправит Ним Торжественно И строго Шипнет мне Втихаря Закончен срок И я дам Послушно Душу Богу Я дам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, это сильно, конечно. Все забыли об этом, кстати. Все забыли. Но я скажу, что это напутствие очень важное и очень серьёзное. Прошу относиться к нему серьёзно, поскольку учёба, она даже нужна не только и не столько, как набор информации, набор каких-то знаний, а способ совершенствования своего духа, своих мозгов духа. Дорогие друзья, дорогие наши телезрители, это был поэт, писатель, кандидат технических наук Валерий Сауткин. Спасибо, Валерий. Спасибо. Спасибо вам. До новых встреч в нашей программе «Мои университеты». Ваш Серж Курганский.